Доброе время суток, друзья! Боевая провинция приветствует вас! Буатси и Болотник будут биться завтра. Ну, как говорится, мисс-матч, но о бои будем говорить, так как Буатси это, возможно, соперник Дмитрия Биволой, поэтому нужно будет сопоставлять этих бойцов, когда их поединок все-таки анонсируют, да, и состоится, как бы. Так, ну, Болотник, ребята, это боец до такой степени обыкновенной, что даже не хочется говорить. Это вот боец, любительская манера ведения боя. Вот знаете, такой момент интересный. Вот они, любители, да, уже пытаются блок освоить, но как это сделать, не знаю, но понимают, что блок, он помогает в бою, да. И вот такой момент смотрел я, вот Болотника смотрел, я же его раньше вообще не видел. Вот он подходит к сопернику, да, на расстоянии удара, прячется за блок и стоит. Стоит, стоит какое-то время, какой-то промежуток времени, практически на расстоянии удара. Ну, так как у него оппозиция вся, там, британцы какие-то заморыши непонятные. И когда начинает, понимает, что его не бьют, ну, там, пару ударов на блок возьмет, он так интересно опускает руки низко, то есть оставаясь на расстоянии удара, и начинает, значит, боксировать. Боксировать, то есть вот не понимает, что вот самая опасность, она в размене, то есть вот когда ты начинаешь боксировать, наоборот, нужно блок держать, и от блока бить, и руку обязательно уворачивать, ты же на расстоянии удара. Ну, у многих такая ошибка, но это прям такая явная, прям, потому что кто-то, вот смотрите, начинает от блока работать, да, и когда увлекается нанесением удара, забывает возвращать руку назад, да, а этот прям сразу опускает, прям стоя перед тобой, бей, не хочу, и начинает работать, там, боксирует, какие-то удары наносить. Значит, болотник, да, определились, ну, боксер никакой, прям с большой буквы, ребят, этого слова, и, ну, прям вот любитель, да, боец, любительская манера, и если вдруг ему кто-то побаивается, он пытается там что-то поддавить, как-то, ну, опять побаивается кто? Те, кто побаиваются болотника, они, как бы, не, не знают вообще, что там за бокс, ну, да, какой-то, какие-то присутствуют хаотичные движения от бокса, но опять от того, от любительского, не от профессионального, просто, наверное, жизнь заставляет вот в профессионалах работать, боксировать, проигрывать, менее деньги какие-то зарабатывать, потому что они же, видите, вот в Британии копошатся между собой, вот, болотник с кем, с кем дрался, они там, британцы, откуда-то они что-то там делают, они, наверное, и уйдут на пенсию, и об них никогда не узнают, как бы, не услышат, да, ну, давайте теперь к Буатси, с болотником, все понятно, конечно, ребята, Буатси разобьет болотника, 99,9% нокаутом, побьет он его, потому что Буатси, это, ребята, боец, 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 как вам сказать попонятней, он, такая старая профессиональная манера ведения боя, вот, раньше были, да, такие боксеры, профессионалы, они профессионалы, но они в профессиональном боксе зачастую из-за того, что у них крепкая голова, вот, помните, даже, даже если откинуть все манеры ведения боя, вот, возьмите бой, просто Холлифилда Тайсона, все знаете, да, посмотрите, как они врезаются на ближней, средней дистанции, посмотрите, какие удары они пропускают, но они, но они не боятся ударов, и продолжают работать, и продолжают бить, потом, чтобы отдохнуть, там, кто-то отойдет один, и снова начинают работать, и снова бьют, какие-то моменты защиты присутствуют, но вот эта драка, злость, да, она, она перехлестывает эмоции, то есть, вот, тебе попали, и ты удар на удар бьешь, то есть, вот, в этом боксе болотник еще никогда не был, а вот Буатси, вот, именно в сегодняшнем боксе, именно такой, он долго разгоняется, долго присматривается, там, может, раунд, два, хотя, если он может, если налететь в первом-втором раунде, он может просто забить этого болотника, если будет драться, вот, в размине, просто может забить, но тут присматривается, раунд, два, у него минимальная, минимальные защитные функции в боксе, у него очень редко поднимает блок, в основном удары, все пролазают в голову, но он их не боится, в основном боксеры, любители, когда приходят профессионалы, они ошибочно думают, что боксер, с кем они боксируют, вот, если профессионал, он сейчас будет бояться ударов, как у нас на постсоветском пространстве, после каждых каких-то ударов, сразу отбегают назад, да, заметили? удар два нанес, попал даже, и все равно автоматически его, как за уши, кто-то оттягивает назад, чтобы осмотреться там что-то, а это нет, если он попал, ты по нем бьешь, попадаешь, он остается здесь, он принимает удар и снова бьет, вот к этому, вот эти боксеры, такие боксеры, как Болотник и остальные, они не готовы к такому боксу, то есть пропуски будут, но не думаю, что у Болотника, у боксера не нокаутера, у боксера практически не бьющего по статистике, может, я ошибаюсь, может, он притворяется, ребята, и где-то прячет вот эту свою пушку огненную, да, и поэтому, как какой-то ущерб Буатси, не думаю, что он принесет, потому что, если Буатси еще вдруг, после второго где-то раунда поймет, что, ну, первый, второй раунд пропуски будут, так как у Буатси плоховата защита, то, что удары, ну, вообще не потрясают его, то все, Болотнику беда сразу, сейчас начнется, вы знаете, что, вот он встанет около Болотника, Болотник его не передавит, не перепрессингует, Болотник, конечно, будет пытаться спастись, он уже будет бояться Буатси, и начнется такая охота, охота за Болотником от Буатси, Буатси будет подавливать, подавливать, только остановится, начнется просто размен, просто такой размен, который, которого еще не было, я так думаю, у Болотника, вот этим, ребята, Буатси, вот это, вот это такая старая манера, Буатси, конечно, и вот если поставить блок охрененный, вот если охрененный, то будет такая, знаете, неплохая машинешка для уничтожения, так как у него, я увидел, очень жесткий удар, прям такой режущий, такой впиявливающийся, и, знаете, что, вот я заметил бойцы, ну, пусть они не элиты, да, но даже бойцы, которые пропускают его удары, они понимают, что с ним бодаться бестолку, с ним тягаться бестолку, какие-то уходы делать бестолку, потому что ты два-три ухода сделаешь вдруг, и он один раз даже попадает тебе куда-то в ребра, ты уже понимаешь, что если он попадет в голову, башка нахер отлетит, да, и все, и я заметил, его бойцы сразу начинают уже второй, там, третий раунд, если доживают, уже начинают отходить, уже начинают бояться, уже лишь бы дотянуть раунд, и здесь начинает полное доминирование, и, а у него есть еще такое преимущество над бойцами, вот Буати, он может прессинговать, ребята, он может давить, понимаете, то есть, вот если ты будешь убегать, вот посмотрите, давайте любительский бок вспомним, забыл фамилию, хотел привести пример, ну, то есть, вот если бойцы работают, вот у нас в тяжелом весе, или в полутяжелом, там, муслим, муслим Гаджи Магомедов, по-моему, посмотрите, от него вот этот убогий кубинец там убегал, ничего не делал, а муслим не мог его догнать, просто не мог, просто не знал, что делать, если подходит, да, и не знает, что делать, не понимает, что нужно подойти не на дальнюю дистанцию, а ближий дальний, для того, чтобы боец, когда от тебя отходил, ты продолжая на него давить, наносил удары, непонимание, видите, посмотрите бокс, вы увидите вот это неумение работы в прессинге, в прессинге именно вот муслим, не в обиду ему сказано, ребята, не в обиду болельщикам, конечно, просто чтобы вы видели, вы видели, и это реально, я бы не нужно говорить, а вот у Буатси этого нет, еще раз повторюсь, вот вы только отходите, он понимает, что проблема у вас, и все, он около вас, он к вам подходит, подбегает и начинает разбивать, и начинает разбивать, вот такие дела, ребята, будем смотреть бой, удачи вам, хотите, чтобы ваши боксеры были мощные, сильные и занимали лидирующие позиции, а главное, радовали нас своими, хотя бы конкурентными боями, вот с такими бойцами, как Буатси, вы обязаны подписаться на наш канал, ну здесь победа Буатси, думаю, ребята, накалутом, всем пока!